Ну что, находимся мы на Book Expo, Нью-Йоркская ежегодная книжная ярмарка, на которой представлено огромное количество и издателей, и распространителей, дистрибьюторов, то что называется. Вот я, кстати, был еще здесь на втором этаже. Здесь еще есть особый зал по организации международных прав на те или иные здания. Это закрытое такое место, куда только по приглашению, то что называется по-английски, by appointments only. И это тоже очень интересный участок работы издательских корпораций, издательских компаний. Ну а мой здесь интерес, это... Известный у нас Геннадий Кацов. Геннадий Кацов, да. Геннадий Кацов, да. Вот, недавно выпущенная книга, она вышла в апреле, вот она еще пахнет типографской краской. Это 180 моих текстов, 12-строчных, вот я буду показывать, произведениям искусства за последние 7 столетий, начиная от Джотто. Вот, ну вот, кстати, вы видите, вот американский Эдвард Хоппер, вот здесь, кстати, я видел недавно альбом. Это произведения художников Европы, России, Северной и Южной Америки. Здесь нет Африки, здесь нет Японии, здесь нет Юго-Западной Азии. Вполне возможно, еще и будет Австралия и так далее. Вот, но, в общем-то, это мои представления, мои ремарки, мои медитации, 12-строчные. Произведения мирового искусства, поскольку лет 35-40 я интересуюсь изобразительным мировым искусством. Помню, в 70-е годы на черном книжном рынке я покупал альбомы восточной Германии, Чехословакии, Польши. То есть, я дюрера читал по-венгерски, пытался понять братьев Кранахов по-немецки. Вот, ни одной английской книги не было. Вот, читал польские, венгерские, чехословацкие альбомы. И таким образом узнавал, что есть мировая живопись и мировое изобразительное искусство. Поскольку живопись и файн-арт, изобразительное искусство, это не одно и то же. И вот в этой книжке, собственно говоря, это книга-дневник. Я писал ее на протяжении полутора лет, то есть за 500 дней. Какие-то у меня были настроения, которые можно было связать с какими-то строчками или с какими-то картинами. Поскольку, если мы говорим о тех или иных наших эффектах жизни, допустим, одиночество, жизнь, смерть, власть, разлука, любовь. Если мы откроем дверь в прошлое, то в изобразительном искусстве на любую из этих тем уже существуют картины. То есть мы можем проиллюстрировать любой наш эффект. И таким образом, вот какие-то дневниковые мои записи, которые выражены в 12 строчках, я иллюстрировал картинами. Или же картинам я писал те или иные тексты. В общем-то, это определенная традиция. Кстати, она называется, если мы говорим о жанре, этот жанр называется «Экфросис». По-английски, по-латыни «Экфрасис». То есть это, в общем-то, ведет свою историю еще от Гомера, когда «Щит Ахилла» Гомер описывал. Затем существуют, конечно, подобные тексты и в американской поэзии. Кстати, Уильям Уильямс или Оден, они писали тексты к определенным картинам. Ну, самая понятная вещь, понятный вектор – это написание картин к текстам. Поскольку примерно до середины 19 века на сюжеты из Ветхого, из Нового Завета, из священных книг было написано огромное количество картин. Собственно говоря, эти источники, они были главными для художников. Появились и обратные вещи, когда писали тексты к картинам. Но вот в таком плане 180 написанных картин одним и тем же человеком. В этом плане это уникальная вещь. Это действительно, я не думал, что я создаю, но когда я понял, я потом осознал, что и здесь статья, и статья московского культуролога, который пытается описать, что же в этой книге, собственно говоря, и существует, что в ней написано. То есть в этом плане эта вещь уникальна, еще раз говорю, не по жанру, а то, что впервые под одной обложкой собрано столько художников. И вот все эти тексты, они даны, опять-таки, в одном стиле, то есть по 12 строк. Это совершенно классический текст. Это селобатоника, то, что называется. И здесь не соврешь, если можно в авангарде говорить, ну что я занимаюсь фонемами, я занимаюсь какими-то поисками. И таким образом уйти от смысла, от прямого высказывания. То есть здесь только прямое высказывание. Это или медитативного характера тексты, или же они, в общем, в основном неописательные. Они к картине имеют, они инициированы картиной, и к картине имеют они достаточно опосредованное отношение. Вот такая вот книжка. Я буду рад, если вы уйдете. Где можно купить? Пока ее нельзя купить. Я для этого, собственно, здесь. И я налаживаю связи с издателями самых разных стран и континентов. Мы говорили здесь с мексиканскими издательствами, а это будет, значит, вполне возможно опубликовано на испанском. Мы говорили с итальянскими издателями, конечно же, с американскими, с европейскими. Вот опять-таки Италия. Можно посмотреть полностью весь этот проект на сайте словосфера.com. Словосфера через букву F по-русски. Вот если прочитать словосфера, не PH, как по-английски, а словосфера.com. Там полностью весь проект есть и английская его версия. На английском языке частично она уже переведена. Так что все можно найти в интернете. Пока. Спасибо. Продолжение следует...